Экс-руководителя прокуратуры Николаева приговорили к пожизненному лишению свободы за госизмену. Экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену. Он помогал россиянам в начале вторжения, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на офис генерального прокурора, детали дела, в начале марта 2022 года. Бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал РФ в ведении войны против Украины, он предоставлял представителям России имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера о текущей ситуации в городе Николаеве и Николаевской области, наказание для бывшего прокурора. Прокуроры просили максимально возможное наказание, пожизненное заключение. Суд, учитывая имеющиеся доводы и позиции обеих сторон, назначил ему наказание, пожизненное лишение свободы с конфискацией принадлежащего имущества. Информация от СБУ, Служба безопасности Украины сообщила, что она провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления, через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих в суд. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следило СБУ, говорится в заявлении, о ком идет речь, ранее сообщалось, что речь идет о бывшем главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе. В обмен на информацию он надеялся продолжить работать в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона, бои за Николаев. Боевые действия в Николаеве и Николаевской области начались в самом начале вторжения РФ. Оккупанты пытались стремительно прорваться в город и захватить его, однако в СУ смогли отбросить врага, в течение длительного времени россияне обстреливали Николаев из РСЗУ из 300. Неоднократно вражеские снаряды попадали в многоквартирные дома, в результате чего погибали мирные жители. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.